МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Бюджет Государственного фонда инвалидов отечественной войны составляет 111 миллионов рублей. Деятельности фонда было посвящено совещанию в правительстве. Карантин. Насколько он оправдан? Актуальный репортаж программы. Рыбаки, браконьеры. Репортаж о том, на какие ухищрения идут ради большого улова. Бюджет Государственного фонда инвалидов отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов вырос наполовину и составил 111 миллионов рублей. Из-за увеличения числа инвалидов и роста цен на лекарства в разы увеличились и расходы фонда. Львиная их доля идет на социальное обеспечение. Деятельности фонда было посвящено совещание в правительстве, которое провел первый вице-премьер Шамиль Азенба. Репортаж Елены Лову. Упреки оппозиции в адрес власти в том, что они не помогают инвалидам войны, не обоснованы, заявил Шамиль Азенба, открывая совещание. В 2016 году бюджет фонда инвалидов отечественной войны народа Абхазии увеличен наполовину и составляет 111 миллионов рублей. Это серьезная поддержка инвалидов, отметил вице-премьер. Вот так вот огульно, что государство ничего не делает, не помогает, игнорирует неправда. Я думаю, что увеличение на 50 или 60 миллионов фонда инвалидов, я не считаю это ничего не деланием и игнорированием. Я считаю, что это серьезная помощь и поддержка. И ребята тоже, когда обсуждали, уже когда и настроение было другое и так далее, когда денег побольше, легче уже находить количество возможностей дополнительных. Правительство и сам фонд ни от кого не закрыт. Просто прийти и спросить, как у тебя дела, и только после этого выступать и там махать кулаками и рассказывать, как вот все. Власть нехорошая, не поддерживать инвалидов. Плохо обстоят дела с собираемостью платежи, отмечалось на совещании. К примеру, переходящий долг фонда с 2014 года составил почти 8 миллионов рублей. Тем не менее, задолженность поэтапно погашается, заметил руководитель фонда Бадри Агрба. Правительство поручило налоговым органам усилить работу по погашению задолженности организаций и предприятий, сказал Шамиль Адзимба. Первый вице-премьер призвал предпринимателей вовремя оплачивать взносы в пользу фонда. Я бы хотел обратиться ко всем политическим силам, в том числе и тем, кто нам сегодня оппонирует, именно в этом помочь нам всем. Потому что мы просим постоянно налоговую, чтобы во время проверок они там спрашивали, требовали и так далее. Понимаем, очень сложная ситуация в стране экономическая и так далее, но это не оставание, не платить налоги, в том числе вот эти налоги, о которых я сказал. Полтора процента для наших инвалидов. В 2011 году, когда формировался фонд, численность инвалидов составляла 1150 человек. Сегодня в фонде числится 2350 инвалидов. Более того, медики прогнозируют увеличение числа инвалидов войны. Но бывают случаи, когда за помощью в фонд обращаются граждане, получившие увечья после войны. Между тем, законодательство четко регулирует, кто является инвалидом войны. Инвалидом отечественной войны народа Абхазии считается тот, который получил увечья, раные увечья, повлевшие собой инвалидность именно между 14 августа и 30 сентября. После этого есть определенные периоды. Это освобождение Латы, это 1994 год, это 1998 года события, где были пройдены войсковые операции именно следствием продолжения тех боевых действий. Из-за увеличения числа инвалидов и роста цен на лекарства в разы увеличились и расходы фонда. Отмечалось на совещании. Львина их доля идет на социальное обеспечение. За 2015 год за счет фонда пролечилось как в Абхазии, так и за ее пределами около 750 инвалидов. На санаторно-курортное лечение было отправлено 124 инвалида. Зубопротезирование прошли 114 инвалидов. А в список льготных лекарств включено 570 наименований, но приходится расширять его. Бадри Агарба озвучил суммы, которые планируется потратить на лечение инвалидов в этом году. Лечение инвалидов 30 миллионов рублей. Продезирование и ампутирование конечностей глаз миллион рублей. На лечение в курортно-санаторное, а также за пределы Республики Абхазия 15 миллионов рублей. Приобретение дорогостоящих медикаментов, о чем мы сегодня говорили, если в прошлом году у нас было 20 миллионов, мы сегодня на 10 добавили 30 миллионов рублей у нас на медикаменты. Приобретение специального оборудования и средств технической реабилитации 1,5 миллиона рублей. Стоматологические услуги 11 миллионов рублей. Социальная помощь инвалидам 7 миллионов 269 тысяч рублей. После вступления в силу договоренности между правительствами Абхазии и России в рамках закона об обязательном медицинском страховании у инвалидов появится возможность получать помощь в России, подчеркнул Шамиль Адзимба. Нагрузка на фонд снизится, а высвободившиеся средства можно будет перенаправить на другие нужды инвалидов. Елена Лолу, Альдар Дамиров, Абхазское телевидение. В рамках инвест-программы подготовлены пять объектов, в которых планируется провести ремонтно-осстановительные работы. Министерство экономики Абхазии объявило конкурс для осуществления этих работ. Создана специальная комиссия во главе с заместителем министра Ахра-Аристава. В нее войдут представители администрации президента, депутаты парламента, а также представители МВД. Цель комиссии – сделать конкурс максимально прозрачным. Оценивать застройщиков будут по бальной системе. Требования достаточно жесткие. Будет учитываться опыт и наличие собственных средств для реализации проекта. Несмотря на это, в конкурсе могут принять участие любые строительные фирмы, зарегистрированные на территории республики. С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономики и в пресс-службе ведомства. Заявка буквально завтра уйдет на финансирование в размере 286 миллионов рублей. Принято решение о том, чтобы была реализована инвестиционная программа именно на конкурсной основе. Открыто, доступно. С момента подачи заявок до момента распределения государственных заказов заявитель должен будет в письменном виде о себе написать, что он строил, какой у него опыт. Это все будет учитываться. Иметь какие-то свои средства, потому что аванс максимально может составлять всего лишь 30%. Объекты будут финансироваться поэтапно. Задача комиссии обеспечить работу, принять заявки, рассмотреть, определить баллы и принять решение о том, что данный конкретный объект дать к выигравшему конкурсу. Компания «Винный стиль» под видом абхазских вин реализовывает в России свою продукцию. «Алсны гор», «Вечер в Гаграх», «Дары Лыхны», «Лывны гор», «Лоза Абхазии» и «Тайны Рисы» схожи с названиями абхазских вин. В связи с этим госстандарт «Абхазия» обратился к руководителям компании с требованием приостановить реализацию грузинской винной продукции под брендами нашей республики. Так, часть контрафактных поставок из Грузии приостановлены. Об этом наш следующий материал. Полюбившиеся российскому потребителю абхазские вина стали предметом интереса грузинских производителей алкогольной продукции. Так, под видом абхазских «Алсны гор», «Вечер в Гаграх», «Дары Лыхны», «Лывны гор», «Лоза Абхазии», «Тайна Рицы» предлагаются россиянам грузинские вина. Схожи не только названия, но и этикетка, и лишь немногие знают о различии. Таким образом, граждане России вводятся в заблуждение, а также наносятся вред имиджу Абхазии и местным производителям алкогольной продукции. Учитывая наш договор о стратегическом партнерстве дружбы и сотрудничестве между нашими странами, он основан на принципах взаимовыражения к нашему суверенитету, учитывая наши братские дружественные отношения. Все эти моменты были учтены и указаны в письме. Также в адрес руководителя Роспатента было отправлено обращение о том, чтобы, учитывая все материалы и то, что эти вина производятся на территории Грузии, чтобы регистрацию этих товарных знаков, заявки, которые находятся в делопроизводстве, приостановить и заявки отозвать. Факты подделок абхазской продукции есть и не только со стороны грузинских производителей. Такой маркетинговый ход часто используется и для продвижения других товаров из нашей страны. Можно вспомнить ситуацию с абхазскими мандаринами, к примеру. Поэтому, чтобы защитить отечественных производителей, необходимо утвердить реестр национальных брендов, говорят в госстандарте республики. Другие производители пытаются использовать и производить товар, внешне похожий на тот, который пользуется спросом. Эта ситуация, это обычно маркетинг, встречается по всему миру. Жертвой становится не только абхазским производителем, но и между российскими производителями идет конкурентная борьба в этой области. Между транснациональными компаниями, очень долгий спор между пепси-колой и кока-колой идет. Мы отставили интересы в рамках нашего законодательства, в рамках законодательства Российской Федерации. И все, что возможно для того, чтобы защитить товарные знаки наши, мы будем над этим работать. На сегодняшний день сняты заявки по четырем знакам. Что касается ВИН, Алсныгор и Лывныгор, то здесь ситуация сложнее. Эти товарные знаки были зарегистрированы в России еще в 2012 году. В настоящее время госстандарт Абхазии ведет переговоры с правообладателем этого патента. Нала Мукбаса и Дайба, Абхазское телевидение. Вот уже третья неделя, как в республике объявлен карантин. Учащиеся школ, воспитанники детских садов, студенты вузов не посещают занятий. Насколько оправдано было такое решение, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Амра Амичева. Для кого покупаете? Для ребенка. Только что в поликлинике были нам записаны. У нас было где-то в конце месяца, и мы опять лечили тоже, и неделю не было, а сейчас опять у нас появились. Сейчас в аптеках все необходимые лекарства есть, хотя их нехватка ощущалась в первые ажиотажные дни. Да и количество покупателей за последнее время значительно уменьшилось. Последние три недели у нас много людей обращались, спрашивали препараты от простуды, гриппа, противовирусные. Но уже пошел спад, меньше людей уже спрашивают. Ежедневно как минимум пятерых детей госпитализировали с гриппом в республиканскую детскую больницу. Но на сегодняшний день всего 20 малышей находятся на стационарном лечении. Симптомы основные, как и все вирусы, это высокая температура, гипертермия, то есть бывало температуры до 40 градусов и выше. Бывали судороги на фоне этой высокой температуры. Ну и кашель, как обычно, у РЗИ протекает это заболевание. Пик вот этого вируса, он подходит к концу. Но обычно бывает вторая волна, к сожалению, пока успокаивается рано, поэтому оно обычно выпадает. Скорее всего, по нашим данным, то это где-то к концу февраля, начале марта. Возможно, второй пик начала вирусных заболеваний. По избежанию осложнений при ОРВИ врачи рекомендуют незамедлительно обращаться в лечебное учреждение. Если в течение первого дня была температура, и на второй день была температура, не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь к нам. Мы сразу начнем обследование, и будет проведено адекватное необходимое лечение. По данным Минздрава, больше всего пациентов с остро-респираторными заболеваниями в больницы обращаются в Гагре и Ачемчере. Среди них дети и взрослые. Первое время было больше детей, а сейчас больше взрослых. В Гудаутах, например, с первого дня было много народа, а сейчас меньше 17 человек. Вот сегодняшний мы еще не получили цифры. Вот пятница или четверть, три человека было всего в Гудаутской ЦРБ. В новом Афоне один человек был вообще. Скорая помощь, 81 человек, 81 человек было. Ну, сейчас 8 человек, 9 человек меньше стало. Какой-то небольшой спад идет всего этого. Медицинские работники в этом плане действительно серьезно поработали и очень серьезно поработало Министерство народного образования. Вместе с тем в республике зафиксированы смертельные случаи от последствий ОРЗМ. За пределы республики в связи со сложными случаями выехало 7 человек, направлено было, которым подтвердили где-то за пределами нашей республики H1N1. Основная масса, которая регулируется здесь в республике у нас, практически это острые респираторные заболевания с небольшими осложнениями. Из всех этих за этот период времени два смертных случая. Заведующая детским садом Алла Шарамадина Тужба говорит о своевременности введения карантина, так как ежедневно в группах отсутствовало большое количество детей. С каждым днем количество детей уменьшалось на 10-20 человек. Мы звонили, естественно, родителям, уточняли я и медсестра, звонили родителям, уточняли состояние здоровья, есть ли вирусные заболевания. Ну, были простудные заболевания, но такого вирусного и то, что говорилось, такой-то вирус с виной, такого не замечалось. Воспитательницы детсада каждый день ходят на работу, составляют планы предстоящих мероприятий, проветривают и дезинфицируют помещения. Поручни лестницы и ручки дверей обрабатываются специальными антибактериальными средствами. Учителя Сухомской четвертой школы тоже на рабочем месте. Директор Нонна Ломи отмечает, что введение карантина позволило минимизировать распространение вируса и сберечь здоровье школьников. Первую неделю вообще все ходили, наши учителя, а дальше уже сегодня понедельник. И по графику сегодня, скажем, учителя абхазского языка и русской литературы, они работают над планами, методобъединения с журналами работают. Так что просто так никто не сидит. Мы ждем наших учащихся. Карантин был введен в профилактических целях. Собрав все данные и проанализировав статистику заболеваемости, в Минздраве будут решать, стоит ли его продлевать. Амра Амичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Строительная фирма «Гаграстрой», а это подразделение государственной компании «Абснаргылара», начала ремонтные работы на 9-м километре республиканской трассы Псу-Ингур. Работы направлены на то, чтобы остановить начавшиеся на данном участке оползень, тем самым обеспечить безопасное движение автотранспорта. При бесперебойном финансировании данный участок трассы будет готов для укладки асфальта к 5 марта. Его протяженность 35 метров. Сметная стоимость работ 3 миллиона 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба госкомпании «Абснаргылара». Вот уже несколько месяцев в доме номер 175 по улице Эшба проблема социального характера, впрочем, как и во многих домах столицы. Жильцы дома обратились в нашу редакцию с просьбой помочь в решении проблемы. Дело в том, что уже порядка пяти месяцев сточные воды доставляют им массу неприятностей. Семаргун разбиралась в проблеме. Неприятный запах от места прорыва ощущается еще при подъезде к дому. Сточные воды бьют в буквальном смысле из-под земли. Жильцы дома не раз обращались в органы местного самоуправления, писали несколько заявлений на имя депутата по данному округу. Но все остается пока на уровне обещаний. Сказать, чтобы делалось единственное что, то, чтобы приезжала машина, которая специализированно занимается этими вещами. И в итоге ничего. Были обещания, что сделаем, да, поможем. Но это уже сколько, месяцев пять-шесть длится. И толку от этого никакого. Два первых подъезда полностью затоплены, все плавает. Сотрудники водоканала периодически приезжают и прочищают трубу. Но через пару дней ситуация повторяется. По словам жильцов дома, труба, подводящая к канализационному колодцу, очень узкая и старая. Часто засоряется. Да и сам колодец, по информации специалистов, проваливается. Своими силами и средствами устранить проблему жильцы не могут. Но если поступит какая-либо помощь, готовы внести и свой вклад. Сам канализационный люк, он разваливается. Его полностью надо поднимать заново. Того, что мы вызываем машину с людьми, которые знают это дело, то, что мы их чистим, это неоднократно было. Смысла просто нету никакого. Это полностью все надо менять, заменять заново, поднимать люк. И только таким способом можно сделать это все. Все остальное, если надо будет, слава богу, дом не пустой, жители живут и нормально. Если надо будет рядом встать, мы тоже рядом встанем. Но нужна помощь, естественно, от государства, чтобы они помогли первоначально. А потом уже, я думаю. Вот та самая канализация, которая не дает покоя жильцам. Мало того, что во дворе собирается огромное количество воды, что ни пройти, ни проехать, так и подвалы переполняются сточными водами. Особенно остро это ощущают жильцы первых этажей. Помимо неприятного запаха, здесь еще и очень сыро. По свидетельству старожилов, трубы в доме очень старые, и одним ремонтом здесь не обойтись. Звонит он, ходим, ничего толку нету, трубы засоряются канализационные, колодец испорченный, или что, приходит, чисто уходит, опять тоже самая история. Нюхаем вот это каждый день, зима еще ничего, лето будет вообще тушить свет. Но от проблемы страдают не только жители пятиэтажки. Рядом стоящий дом канализация затапливает очень часто. С большой настороженностью жильцы ждут наступления тепла, когда ситуация усугубляется. В домоуправлении об их проблеме знают, но не хватает средств для ее устранения, объясняют жители дома. Однако управляющий домами Алмасхан Ибжноу говорит, что о ситуации их оповестили совсем недавно. Он отметил, что к реконструкции всей канализационной системы приступят в ближайшее время. По словам домоуправа, здесь проблема не только в износе труб. Зачастую причиной засора становятся предметы, которые сами жильцы в них сбрасывают. Письменного заявления не было, поэтому мы думаем, то есть передали словесно, что в подвале есть вода и канализационный люк забит. Ну, канализационный люк это проблема в том, что она устарела, там надо ее менять всю систему. Вот, ну, мы уже писали по этому, значит, коммунальному управлению, нам должны, нам обещали сделать, то есть это лежит заявка. Что касается подвала, мы в данный момент на улице Ешеба 197, это 7 на 16 этажке, там 7 метров глубины воды, как подвала, вода стоит уже со времен каких-то неизвестно. Вот, то есть надо это осушить. Мы этой проблемой занимаемся. Естественно, мы за три дня просто не смогли бы, как говорится, как решить этот вопрос, да. Но, естественно, мы это решим, этот вопрос. Дом был построен в 1975 году. Капитального ремонта никогда не было. И неудивительно, что виду здания обшарпаны, штукатурка обвалилась. Но сейчас не об этом. В доме проживают больше 20 детей, им очень хочется детской площадки. Ведь во дворе, где столько машин, им даже негде поиграть. Ради детской площадки жильцы готовы переместить свои гаражи. У нас очень много детей, это еще не все дети, которые во дворе. Двор вообще не обустроен, машины ставить негде, парковки нет, хотя бы детскую площадку какую-нибудь нам. Обещали депутаты и все, и мы... Ну, как вы видите, все стоит на том же месте. А когда мы в мячик играем, а грады же нет, то все летит сюда, в лужи катится, и мы не можем его держать. И нам скучно, мы идем туда играть, здесь мы играем в прятки, и все. Одним словом, нерешенных проблем у жителей дома 175 по улице Эшба предостаточно. Решить их в одночасье невозможно. Тем временем, как говорят жильцы, существует реальная опасность оседания фундамента дома. А это уже совсем другие проблемы. Сима Аргунца и Дагухава, Абхазское телевидение. В последнее время в социальных сетях стала появляться информация о том, что в Очемчижском районе турецкие сейнеры ведут лов рыбы так называемым кошельковым способом и с применением донного трала. Добыча рыбы донным тралом в Абхазии запрещена. На что касается кошелькового способа ловли рыб, то это, как говорят специалисты, вполне приемлемый и применяемый во многих странах метод. Информации разного толка появляются в интернете о том, что ловят донным тралом рыбу в территориальных водах Республики Абхазии. Это абсолютно неверно. Донным тралом у нас не только турецкие сейнеры, а вообще каким-либо рыбодобывающим судам запрещено ловить. А тем более турецкие сейнеры и хамса не являются донной рыбой. Хамса является пилогической рыбой. Она находится в толще воды. Ее достают кошельком. И этот процесс может... Кому это интересно узнать, кому интересно увидеть, мы приглашаем его на сейнер, пусть своими глазами увидят. Это абсолютно неверно. Сейнера, прежде чем выйти в море, проверяются несколькими службами. И, в первую очередь, экологами. Орудия лова все осмотрены и допущены к лову. Это не является донным тралом. Это неправда. В случае незаконного лова рыбы могут быть и на Сухумской набережной. Все мы наблюдаем, как многочисленные рыбаки с удочкой стоят на столичных пирсах. Но, оказывается, и среди них есть нарушители. Подробности в репортаже Останда Отроба. В этом сезоне особенно популярна кефаль. По существу рыба скрывается у порта от дельфинов, которые не могут определить ее местоположение, сталкиваясь с цехом от столбов. Но в прибрежье рыбу ожидает еще большая опасность. Частыми стали случаи незаконной ловли рыб варварским способом. С сожалению, отмечают специалисты. Рыбу ловить тройниками – это не положено. Нашим детям и внукам тоже должна остаться рыба. Мы не последним днем живем, и наши наследники тоже должны жить и видеть рыбу. А если мы будем ловить ее таким способом, то вряд ли увидят. Браконьеры добывают добычу с помощью так называемых тройников. Они представляют собой тройной крючок. В этом случае при ловле одной рыбы зубья калечит целую стаю, которая впоследствии погибает. Кефаль, почувствовав кровь сородичей, издалека уплывает, тем самым нанося непоправимый ущерб морской фауне. Кроме того, браконьеры лишают добычи честных рыбаков. Здесь обида самих рыбаков есть. Те рыбаки, которые ловят честным способом, уже ловить ее не смогут, потому что она испугалась и ушла. Сейчас портовая милиция и рыбнадзор борются с проблемой посредством штрафов. У входа в порт вывешена табличка с предупреждением. Остана от РБСЛАНЧХИНЖЕРИ, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4,6, днем 11-13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин